В мире стал складываться абсолютно новый тренд инновационной экономики. Даже еще нет термина, не знаю, как это называется. Нет ни одной страны, которая имеет эту экономику, но есть кластер этой экономики. Есть Силиконовая долина, это не экономика Соединенных Штатов Америки, это экономика Силиконовой долины, может быть, кластера вокруг МАЙТИ. Есть часть экономики в Израиле, есть часть экономики в Сингапуре. Есть кусочки этих кластеров в Северной Европе, в Швеции, в Финляндии, и все. Но это очевидно, что это новый тренд. Это принципиально другая организация всей бизнес-среды, регулирования этой бизнес-среды. Это экономика, основанная на принципиально другом вовлечении и использовании человеческого интеллекта. И мы все смотрим в эту сторону, и мы все пытаемся понять наше будущее, что нам нужно сделать внутри наших компаний, чтобы нам соответствовать. Мы все находимся в глобальной конкуренции. Как нам соответствовать этому тренду? Потому что этот тренд мощнейший, он набирает очень быстрые обороты. И он определяет сейчас, начинает доминировать. Те, кто попал в этот тренд, они начинают зарабатывать совершенно другие прибыли. И только те компании будут долгосрочно конкурентоспособны, которые находятся в этих трендах. Это то, где наши мысли и куда мы стараемся двигаться. Когда мы возвращаемся на грешную землю и начинаем обсуждать текущую ситуацию, мы говорим, ах, нам повезло, нас опять пронесло. Мы думали, что будет минус семь, а будет минус три. Ура! В общем, ура! Слава Богу! Это хорошо или плохо? Хорошо. А может и плохо. Я не знаю. Потому что были амбициозные программы, связанные с реформированием. Теперь вроде бы как... Вот основные направления деятельности, Игорь Иванович сказал, что они подписаны наконец. Но слава Богу, что они подписаны. Я еще не видел их подписанными. В той версии, которую вы видите. Ну, действительно, там была большая работа. Дай Бог, они подписаны наконец. Но подписывались они последние несколько месяцев. Но в нормальной ситуации, в кризисной, так долго это не должно разрабатываться и подписываться. Антикризисная программа, она хороша, но она была хороша в конце прошлого года. Мы находимся в середине этого года. И, как бы, вот диссонанс моего восприятия связан с этим. Мы все время обсуждаем ситуацию, которая была вчера, наши вчерашние проблемы. Но никто даже не пытается обсуждать ситуацию нашего будущего, где мы будем завтра, где будет наша экономика, в конце концов, где будут наши дети. В эпоху, когда мы видим грандиозный отток капитала из страны и самое страшное, грандиозный отток интеллектуального капитала из страны. Вот мне кажется, что нужно сейчас наиболее актуальное, наиболее злободневное перенесение фокуса внимания туда. Как мы отвечаем на эти вызовы, а не на то, что, слава богу, повезло, будет всего-навсего минус 3, а может быть, в следующем году и начнется какой-то рост. Мне кажется, для меня лично эта беседа совершенно неинтересна.